Добрый вечер! В эфире канала Россия 24, программа Вести Ульяновск. В студии Ксения Грищенко. И вот главные темы этого дня. 52 миллиона на благоустройство территориальных общественных самоуправлений. В этом году получили все необходимое. Материал полностью, краски, даже кисти нам дали, чтобы мы могли вот ту мечту, которую десятилетиями хотелось сделать, сделали. На примере поселка Новоспасское увидим, как приводят в порядок территорию вокруг. Ульяновские атлеты взяли шесть медалей на всероссийском турнире. Такие старты дают опыт спортсмену, как себя вести, справляться с психологическим состоянием, настраиваться на борьбу. Закрепить результаты юные атлеты планируют уже на первенстве по Волжье. Глава нашего региона Сергей Морозов провел несколько важных встреч в Москве. В частности, встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Они обсудили строительство Димитровградского центра ядерной медицины. Это более 20 корпусов и около 100 тысяч квадратных метров. Здания сдаются в три этапа. Два уже завершены. Мы ядерный реактор, стоили 60 миллиардов рублей очередной. Мы получили статус единственного центра МАГАТЭ. В Париже есть один, вот теперь у нас в России, в Ульяновске. Рядом получается медицинский центр, который нам решит с вами почти 115 тысяч людей, наших с вами граждан. То есть уже с оборудованием полностью, то есть подключи уже открыты, да? Специалисты подготовлены, кадры подозрены. Почти полторы тысячи человек. У нас в этом году на жилье выделяется порядка 800 миллионов рублей работников, которые будут. И на следующий год еще миллиард 300. Василий Сергеевич, я знаю, как вы умеете добиваться задачи, цели, которые ставите. Но потом мы все-таки готовим серьезное постановление о содействии в экономическом и социальном развитии. Там проблемы, которые есть, мы стараемся региону максимально помогать. И правительство очень ответственно относится к этим дням, к этим постановлениям. И у нас практически там 90-98% исполнения. В ходе встречи были затронуты еще такие важные вопросы, как тарифообразование и борьба с теневой экономикой. Очередное ДТП с летальным исходом произошло накануне вечером. Авария случилась в Засвияжском районе на улице Октябрьской. По предварительной информации, 72-летний Ульяновец с 36-летним стажем вождения автомобиля не справился с управлением и совершил наезд в настоящую машину с Канья. В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2105 госпитализирован. Пассажир автомашины ВАЗ-2105 от получил храм, скончался на месте ДТП. Сегодня работники сельского хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. И, естественно, подводят итоги работы за год. По оценке ульяновских аграриев, практически вся сельскохозяйственная отрасль нашего региона находится на высоком уровне по развитию и результативности. Например, несмотря на засушливое лето, у нас, в отличие от многих регионов, был собран полноценный урожай зерновых и зернобобовых – 1 253 000 тонн. Урожай овощей – 49 000 тонн. Есть даже рекорды 2018 года. 304 000 тонн мы собрали в масляничных культур подсолнечника. Соответственно, это является рекордом за всю историю Урьянской области. Здесь немаловажный фактор, наверное, сыграл в том числе и то, что мы по итогу 2017 года создали научно-образовательный кластер на базе аграрного университета, куда вошли все микроинституты сельскохозяйственные. Основная задача этого научно-образовательного кластера, агропромышленного комплекса – это обучение всех сельхозпроизводителей на территории нашего региона. Кроме сельхозпроизводителей также обучение входит и муниципальные служащие, в частности, это управление сельского хозяйства. Научный подход – кредо современных аграриев. Это дает хорошие результаты и в растении, и в водстве, и в животноводстве. В прошлом году мы надоели на одну дойную корову 6700 килограмм. В этом году это будет цифра 7100, то есть с учетом того, что уже оттелятся те животные, которые пришли с другой генетикой. А в следующем году планка у нас 8000 килограмм на дойную корову. Что же касается озимых, то их урожай в будущем году ожидается полноценным, несмотря на малоснежную погоду. Для них губительный минус 17, а в регионе ниже минус 15 в ноябре не было. А потом выпал снег. Небольшой, но его достаточно, чтобы защитить будущую пшеницу. Бюджет снова обсуждают. В законодательном собрании нашего региона прошло заседание бюджетного комитета. В числе важных вопросов, рассматриваемых парламентариями и представителями исполнительной власти, были изменения в бюджет региона на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов. В ближайшее время депутаты намерены рассмотреть главный финансовый документ во втором чтении. А пока же на заседании комитета обсуждались предложения депутатов по выделению средств на те или иные статьи расходов. Изменения будут касаться именно наших инфраструктурных проблем. То есть это создание тех благ граждан, которые они должны иметь. Это газификация, это деньги, направленные на корпорацию жилищно-коммунального комплекса, которая ведет замену старых котлов, устанавливает новые, это важные мероприятия. Бюджет на 2019 год называют бездефицитным. Его доходная часть около 52 миллиардов рублей. Расходная на миллиард меньше. Основная часть средств будет выделена на реализацию тех или иных социальных программ. Парламентарии же после заседания фракций и комитетов внесли дополнительные предложения. Они касались ремонта домов и дорог, газификации, решения вопросов аграрного комплекса. Эти предложения на заседании бюджетного комитета и обсуждали. Что радует, что на целенаправленные программы выделены дополнительные средства. Не только на целенаправленные, а на целенаправленные районы. Ну, чистая вода, газификация. Это все деньги дополнительно нашлось. И очень это радует, конечно. Хотя я бы хотел сказать, что этого, конечно, далеко не достаточно. Но радует, что нас услышали. И процесс идет в нужном управлении. Фракция ЛДПР вносит и готовит ряд поправок. Они касаются увеличения финансирования учреждений здравоохранения. Здесь речь идет о Новомолокленской центральной больнице. Тушненская амбулатория медицинская. Мы наставим на приобретение машины скорой помощи и ремонте помещения. Ряд сельских дорог в муниципальных образованиях с предложения нашей фракции. В случае поддержки депутатов будут отремонтированы в 2019 году. Увеличены расходы на культуру и спорт, модернизацию строительства школ и жилья. Эти направления напрямую влияют на повышение качества жизни в регионе. Новой статьей расходов стало выделение средств на выполнение наказов избирателей. При этом депутаты призывают относиться к расходам со всей ответственностью. Елена Тимонина, Вести, Ульяновск. В этом году впервые в Ульяновском регионе начала действовать программа по поддержке инициатив по благоустройству ТОС. На нее из областного бюджета было выделено 52 миллиона рублей. В проекте участвовали 61 ТОС из 40 населенных пунктов. Среди них поселок Новоспасское. Здесь были приведены в порядок территории многоквартирных домов. При нашем доме есть у каждого почти маленький огородик. Сам забор был дряхлый, ветхий, можно сказать. У всех разный. У кого поновее, у кого похуже. Ну, где и перепрыгнуть можно было через него, конечно. В этом году получили все необходимое. Материал полностью, краски, даже кисти нам дали, чтобы мы могли вот ту мечту, которую десятилетиями хотелось сделать, сделали. Помимо ограждения в некоторых домах поселка также обновили входные группы и козырьки. Так привели в надлежащий вид 22 многоквартирных дома. На эти цели по программе было направлено около 1 миллиона рублей. Преобразились и общественные территории. В рамках проекта «Комфортной городской среды» у нас оно разделено было на два этапа. Это благоустройство общественной территории парка «Победа» в рабочем поселке Новоспасское, где сметная стоимость составила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Там уже проведено водоснабжение и водоотведение ложи фонтана. Установлены лавочки, уложена тротуарная плитка. Сам фонтан появится в следующем году. Лунная дорожка блистает серебром. В поселке Ленинском местные жители мечтают об уличном освещении. К нам такси не едут. Не видно, дороги плохие. Говорят, не поедем к вам. Это что такое? Дорога жизни через детдом в Ульяновском районе. К людям не могут пробиться экстренные службы. Причина – бездорожье. Мы живем на хуторе, который брошен. Никому он не нужен. Поставив счетчик, поставили на счетчик. В Заволжском районе собственников квартиры сделали должниками. А затем в ход пошли канализационные заглушки. Пинолиум все полы были полностью залиты водой. Смотрите программу «Правда и справедливость» Эдуарда Истомина сразу после выпуска наших новостей. Шесть медалей Всероссийского турнира завоевали ульяновские атлеты. Причем пять наград золотой пробы. Соревнования прошли в Казани и посвятили их памяти заслуженного тренера России Юрия Красильникова. Воспитанница ульяновской школы легкой атлетики стала лучшей в прыжке в высоту и толкании ядра. Никита Егоров финишировал первым на дистанциях в 400 и 800 метров. Еще одно золото команде принес Александр Ширкунов. В прыжке с шестом он покорил высоту 4,5 метра и оставил позади главных соперников из Казани. «Мы выезжали очень рано, ехали на машине и получился довольно скомканный график. И было тяжело выступать чисто физически, не получилось как-то до конца раскачаться, войти в кондицию, выступить на максимум. Полного удовлетворения от старта я не получил, так как показал мне свой самый лучший результат. Но потом, когда уже более или менее прошли эмоции, когда мы с тренером разобрались в ситуации, мы поняли, что все-таки старт не самый худший и тоже получили большой опыт». В этой же номинации проявила себя еще одна воспитанница шестой спортивной школы Ксения Иванова. Она завоевала бронзу. «Такие старты дают опыт спортсмену, как себя вести, справляться с психологическим состоянием, настраиваться на борьбу, потому что здесь у нас в Ульяновске, если выступать, все знают, кто как бежит. И поэтому как в такой вот немножко расслабленный, может быть, кто-то становится, потому что он знает, что он здесь победит. А там уже совершенно другая постановка, другая атмосфера, другие эмоции». Закрепить результаты юные атлеты планируют уже на первенстве по Волжье. Пройдут соревнования в январе. И на этом у нас все новости. Я благодарю вас за внимание. О погоде прямо сейчас расскажет Ирина Шмыгова. Спасибо, Ксения. В ближайшие сутки в Ульяновской области атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная погода. В большинстве районов снег. Днем с мокрым снегом слабый туман. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью по области от минус пяти до минус десяти. В Ульяновске шесть-восемь градусов ниже нуля. Завтра днем по области минус один-минус шесть. В Ульяновске от минус двух до минус четырех градусов. Будьте внимательны, на дорогах сохраняется гололедица. На этом о погоде у меня все. Всего вам доброго. До свидания. По всей стране неотвратимо распространяется Десять Хуан. Их уже десять. И скоро Будет вдвое больше бесплатных каналов цифрового эфирного телевидения. Каждый житель нашей страны Должен знать, от кого этот ребенок Хуан. Нужно только Включить телевизор и смотреть 20 каналов совершенно бесплатно. Прямо сейчас. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему.